Музыка Смур, что ты думаешь о драмбейсе? Ну короче, это такая херотень, которая там прыгаешь, прыгаешь, прыгаешь А еще можно? Поподробнее Ну, смур Прыгаешь, 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 ладно, прыгаешь. Во-первых, два вопроса. Что такое драма-н-бейс? Это танец. Второй вопрос. Сколько стоит стоит? Ааа, 20? Не говори. У меня прям ружья. Что ты думаешь о драма-н-бейс? Ну, драма-н-бейс, это, короче, я ж не знаю, просто... Это та, которая вообще не стоит говорить, но она... Ну как, это шняга, как-то... В общем, ещё что бы я хотел бы ещё бы сказать? Я бы хотел бы сказать то, о чём вообще мало кто говорит, поэтому я вообще ничего не буду говорить. Вот. Поэтому, как бы, вот так. А, ну всё понятно, спасибо за интервью. Всем привет, я Серёга, или Майлз. И сегодня я решил сделать своё первое видео, посвящённое драм-бейс-дэнсу именно в категории туториалов. Первое, что я бы порекомендовал, это скачивать нормальные туториалы. Так, если что, туториалы будут у нас на канале. Дело в том, что существует вообще приличное количество туториалов, но... Очень много людей, ну, которые делают эти туториалы. Они занимаются от силы месяц, знают, что там бейс. И начинают тут же делать свои туториалы, причём зачастую это очень неправильно. Там показывают... Саму суть его исполнения. Итак, рекомендую заострить внимание, конечно же, на базе. Потому что, какова будет база, таковой будет и денса в дальнейшем. Про то, как снимать видео. Ага. Если вы решили снять видео, показать просто его своим друзьям. Там, если друзья, конечно, не разбираются в этой культуре, они вам будут говорить, о, как классно, умеешь, вообще классно. Могёшь. Да. Но, на самом деле, как бы, это просто восхищение друзей. Но не стоит это видео публиковать в каких-нибудь пабликах, например, ВКонтакте или, не знаю, в каких-нибудь других социальных сетях. Именно в группах, посвящённые DroneBaseDance. Потому что, если ваше видео увидят такие уже, как профессиональные личности, которые занимаются этим от двух лет и больше, они вас попросту закидают нецензурными комментариями, и чтобы вы уходили из этой культуры. Но не надо останавливаться. Да. Не слушайте Асфальта и Найса. Они всё врут и... Вообще не слушайте. Дальше, короче. Кефс красавчик. Да, я ему позвоню. Пробую. Нет. Что касается обуви, не стоит топтать, учиться в обычных кроссовках. Сам начинал в обычных кроссовках, это себе дороже. Лучше покупать простые кеды или какие-нибудь шузы. Главное, чтобы была плоская подошва. Понятно. Да. Вот типо таких. Вот типо вот таких вот тапок. Вот таких нельзя топтать. Вот в таких нельзя топтать. В таких можно. Вот он купил себе Lumi U 800 на Windows Phone. Лошара. Вот зачем? Вот скажите. Никогда не берите. Потому что ненавижу Android. Я люблю только Nokia. Драмеры всей России. И напишите в комментарии ему, что говно это Lumi. Android рулит Windows Phone в жопе. Все. Мы ждем ваших комментариев. Я с детства хотел себе Windows Mobile, но потом вышел в Windows Phone. А с детства, да? Ага. По-любому Windows Mobile ты хотел. Старичок. Ну так, а. Уж сфальт говно. Ой. Ой. Сфальтняшка, он проиграл, блин, в Брянске. Он последний выиграл только. Он четвертое место занял. А, да? Конкретно про место. Где лучше всего учиться? Конечно, не у всех есть возможность прийти в зал, поучиться, да? Можно делать это как Кеф в туалете. Можно учиться дома. Но, если, например, вы живете в квартире, то желательно учиться на ковре. Ну, если вы не на первом этаже живете. Потому что к вам тут же придут соседи. Капитан. Если вы не на первом, то к вам придут соседи. Точнее, если вы на первом. Спасибо, Кэп. Я не знал этого. Можно учиться на улице? Спасибо, Кэп. Проблем. Никто особо на это внимание не обращает. Я сколько учился в свое время, даже сейчас учусь на улице. Ко мне максимум подходила только бабушка и говорила, молодец внучок, продолжай. Эх. И все. Кстати, если вы смотрите это видео, если вы сами с находки. Да. В морском крае именно. А не в Украине. В Украине. В Украине вроде есть находка. Если вы с находки, то я вас жду в 22 школе по понедельникам и субботам. Если вдруг он на расписании смутся, то расписание будет в описании под видео. Это Target Boots, бэйба. Это, короче, есть еще одна ссылка. Там он о Сирисе сжигает. Да, кстати, ребята, это будет во время видео где-нибудь вот тут. Вот я вставлю. Он сжигает о Сирисе. Также у нас куча видосов, как Серега прыгает со мной с Кевсом. Это Арон. Если в твоем городе есть какие-нибудь драйверы, если ты их знаешь, не стесняйся, проси у них помощи. Если они, конечно, нормальные люди, они не откажут тебе в помощи. Просто даже показать на ошибки. Ты что толкаешь? Если что, туториалы будут в разделе на этом канале. В общем, туториалы мы будем снимать в течение недели. По два туториала, может, даже больше. Я туториалы постараюсь выпускать по 1-2 туториала в неделю. Может быть, чаще, может быть, реже. Все зависит от оператора и вообще от внешних обстоятельств. Не только, ребят, еще все зависит от вас. Вы должны смотреть, подписываться и лайкать, комментировать. Потому что Майлдс обидится, залупится. Итак, существует два вида драм-н-бэйса. Это старенький драм-н-бэйс, когда его только придумали. Он еще не был развит. И новенький, который танцуют сейчас все. Я рекомендую, конечно, сначала выучить старенький. Потому что, если начнете учить сразу новый, это очень тяжелое, геморройное дело. Потому что будет очень много ошибок при заучке нового трам-н-бэйса. А если заучите олд-скул, а потом перейдете на ноленький, то это будет как по маслу перейдеть. Ничего сложного в этом. Мудак! Так, что касается еще туториалов. Многие туториалы сделаны без объяснений. То есть там просто покажется движение. Есть знаменитый туториал от Вайруса. Там на видео появляются внизу комментарии, как правильно учить. Я буду выпускать небольшие туториалы конкретно про базу продвижения. Но уже именно конкретно с объяснением, как правильно делать. А еще, короче, у Майлза Ник, короче, как у порно-гей-звезды. Да! Порно-гей-звезды? Я думал, Майлз Прайд. Ты знаешь, что такое Майлз Прайд? Да, вот, Майлз Прайд. Ребята, загуглите, загуглите. Майлз Прайд. Не будут у меня, кстати, снимать. Да. Завтра год, как он занимается драмой, поэтому... Так, что касается одежды. Широкие штаны. Пошел в жопу. Широкие штаны. Широких штанов танцевали только, когда он такой появился. Так. Важную роль еще играет и одежда. Как лучше всего одеваться, чтобы вообще танец смотрелся. Когда только драмбейс развивался, танцевали с широких штанах. Сейчас предпочитают в основном узенькие штанишки. Можно, да? Или джинсы какие-нибудь в аптегон, да? Типа вот таких. У кого длинные ноги, обычно носят штаны и не широкие, и не узкие. Но если у низенького роста у вас коротенькие ножки. Например, как у меня. Желательно, конечно, носить в аптегон, чтобы просто смотрелся сам танец. Чтобы движения были хорошо, то бедные. Получается делать какие-то движения. Не надо на этом психовать и бросать это дело. Это очень интересно. Если у вас что-то не получается, у вас будут какие-то ошибки. Вы вообще не можете сдвинуться с места. Не надо на этом бросать. Вообще это дело с культурой. Продолжайте. Уйти на стыдно. Будьте... Терпеливее. Да, терпеливее. Ты что, нищий что ли? Тряпка что ли? Если взялся, так делай это до конца. Да, ты что не пацан? Чего не проблема? А если ты девка? Ты что не девка? Ты что не девка? Я твой рот палец ссувал. Ого, опасный тип. Ну на этом я завершаю своё видео. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Удачи!